Три белых коня это, конечно, хорошо, а что насчет четырех ездовых собак? Они, в принципе, тоже могут унести вас в звенящую снежную даль. Мороз и солнце, красота, погода для съемок, что надо. Наша камера еле успевает за этой резвой четверкой и их предводителем Константином Шалаевым. На работе он мастер в цехе механической обработки дисков и колец, а здесь рулевой. Ну, где-то с полугода начинается, то есть это на прогулке, когда гуляешь с ним, то есть объясняешь им команды право, лево, все, чтобы они понимали повороты. А потом где-то с года, наверное, начинаются уже такие более-менее нагрузки давать. А вот с полутора лет эти собаки с удивительными глазами начинают участвовать в соревнованиях. За плечами, если так можно сказать, у них не одна гонка в Екатеринбурге, Перми, Челябинске и Тюмени. Зимний вариант рассматривать, это, допустим, лыжи на одной собаке, на двух собаках, а дальше пошли уже, допустим, на арты. Летом проводятся соревнования, если это вот на велосипеде, байкджоринг называется, либо бег с собакой, кани-кросс. То есть через поезд, потяку, собака цепляется на шлейку, побежали. С собачью историю Константин начал писать 11 лет назад, когда сбылась его мечта и появился Грей. Пес стал родоначальником стаи. Через некоторое время у него появился сын Эйнар, а затем и внук Арес. А полтора года назад семью пополнил приемный сын. Его хозяин тоже назвал Греем. Сейчас, когда собаки уже взрослые, забот с ними меньше. Вот в машину, например, они даже без команды садятся и спокойно ждут, пока Константин экипируется. Ну, обычный поезд, цепляется и одну собаку, либо раздвоенную на две собаки. У меня они стандартные на четыре собаки. Такой вид спорта называется скитжоринг или ездовые лыжи. Обычно в гонках участвуют одна или две собаки, но мы сегодня экспериментируем. У нас сразу четыре. Кстати, как говорит нам интернет, хаски могут развивать скорость до 40 километров в час. Неплохо, как езда на машине в городе по знаком. Эти умные собаки не просто хорошие спортсмены, но и настоящий антистресс. Это мы на себе испытали. Полина Гладких, Евгений Марычев. Новости ВСМПО АВИСМА.